В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Первый раз ребенок решил с нами покупаться и не жалеет, правда? Праздник Крещения Господня. Более двух тысяч анапчан и гостей курорта приняли участие в обряде омовения. Перед тем, как людям прийти в обществе слепых, и надо было натопить, чтобы людям не холодно сидеть было и уютно. Подарок к юбилею. В Анапском отделении общества слепых сделали капитальный ремонт здания. Гармония и красота. В Анапе открылся филиал Российской Федерации акробатики. Теперь обо всем подробней. Контроль за порядком в городе и благоустройство, соблюдение земельного законодательства и строительство социальных объектов. Это только часть вопроса, которые были сегодня рассмотрены на планерном совещании в администрации Анапы. Подробней в нашем сюжете. ЧП. По-другому сложно назвать то, что произошло накануне в самом центре курорта. На верхней набережной в районе санатория Русь неизвестные разрушили клумбы. Их действия логическому объяснению не поддаются. Прямо лопату взяли, видать, с этих урн прям выкапывают, землю берут и разбрасывают по верхней набережной. Естественно, там люди, велосипеды закатали, грязище там надо решать. Решать, кого-то поймать и наказать, показать по телевизору. Для чего это делает человек? Отдельный разговор по соблюдению земельного законодательства в селе Суко. Здесь выявлены многочисленные факты нецелевого использования сразу на двух улицах – рекордной и утрижской. Проверки будут продолжены с привлечением надзорных органов. Помимо нарушения закона, подобные действия влияют и на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Суко. Когда выдавались разрешения на строительство? На какие объекты выдавались? Если ЖС – это один момент, то надо с правым управлением разобраться и остановить это все. Особый контроль за соблюдением графика строительства социальных объектов. Детский сад «Орленок» на улице Крымская. Все отделочные работы планируют завершить до конца месяца. А под пристройку к шестой школе уже залили фундамент. Большая работа проводится по подготовке Анапы к следующему курортному сезону. К лету пляжи должны быть оборудованы беспроводным интернетом и стационарными туалетами. Благоустройство ведется и на улицах. Идет замена бордюров и восстановление тротуаров. Кроме того, в следующем сезоне планируется открыть новые экскурсионные маршруты. Некоторые из них будут представлены уже в феврале на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». К началу сезона будут запущены новые направления в рамках регионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Более двух тысяч анапчан и гостей курорта приняли участие в православном бляде омовения в водах Черного моря на Крещение Господня. Эти цифры были озвучены сегодня на планерном совещании. На трех пляжах – центральном, в районе Малой Бухты и в станице Благовещенской – в ночь с 18 на 19 января – дежурили порядка 100 спасателей, медиков, сотрудников полиции и МЧС России, представителей общественных организаций и казачества. Вопреки народной примете, Крещение Господня в Анапе вошлось без морозов. Температура воды в Черном море составляла 9 градусов тепла. Самым популярным местом купания у православных горожан традиционно стал пляж «Высокий берег» в Малой Бухте. По церковным традициям, моментом богоявления, а стало быть и начало праздника Крещения Господни, считается полночь. Однако сюда, к привычному месту на территории пляжа Малая Бухта, люди стали приходить гораздо раньше. Спустя несколько минут на сходнях появляются священнослужители, чтобы осветить воду. Море становится по-настоящему крещенской купелью. После Чина к святой воде подходят жители и гости Анапы. В этом году крещенская погода внесла корректировки. По сравнению с предыдущими годами, на улице достаточно тепло. А температура воды позволяет окунаться не только взрослым, но и детям. С погружением в море, говорят верующие, уходят все болезни, да и ощущения непередаваемые. Третий год подряд уже как-то пошел привычку в Родину, понравилось. Ну и плюс от моря, на самом деле, ни разу эту процедуру не совершал. И вообще в море ночью, хоть у меня страшно повысить. Просто, чтобы перебороть страх, даже почувствовать уверенность в себе. И спасатели, и медики оставались на дежурстве, что называется, до последнего купальщика. В итоге, в ночь на крещение обошлось без каких-либо происшествий. В этот великий праздник, говорят священнослужители, нас действительно хранит особая небесная сила. Та, что делает все водоемы чудодейственными источниками для тела и души. Руслан Душевский, Анапа-регион. Продолжаются работы по расширению улицы Крылова. Инициировал процесс глава Анапы. Городские коммунальщики начали заниматься проблемным участком этим летом. Была проведена большая подготовительная работа. Дорога будет расширена на всем протяжении от улицы Ивана Головца до Ленина. Сегодня к работе присоединились и бригады одного из крупных застройщиков Анапы. Пока позволяют погодные условия, на этом участке будет вестись работа. На этом объекте подготовка бетоном. Асфалт выравниваем сейчас крупнозернистым. А потом третий слой будет у нас общая дорога асфалтироваться. Стоит добавить, что кроме расширения самого дорожного полотна, планируется и благоустройство прилегающей территории. Вдоль улицы Крылова будет проложен тротуар из плитки и появится новая аллея. Подарок к юбилею получило Анапское отделение Всероссийского общества слепых. В этом году им исполняется 65 лет. К этой дате здесь был сделан капитальный ремонт здания. До этого времени в помещении было находиться небезопасно. Подробнее в нашем сюжете. Это помещение на улице Новороссийской Анапское отделение Всероссийского общества слепых получило более 20 лет назад. С тех пор здесь проводили разве что косметический ремонт. Постепенно здание стало разрушаться. Стоял маленький деревянный домик. Печку топили дровами. Потом сделали газовое отопление, колоночку поставили. Приходит на работу председатель сюда. И перед тем, как людям прийти в общество слепых, и надо было натопить, чтобы людям не холодно сидеть было и уютно в помещении. Он зажигал горелочку и обогревали это здание. Мы видим, что плитка постелена на полу. Здесь раньше был линолеум. Он постоянно задирался, и люди иногда, можно сказать, спотыкались, постоянно прибивали. А между тем, в обществе более 300 человек. В год в этом здании проходят десятки культурных и спортивных мероприятий. Сегодня здесь завершен ремонт всех помещений. А это актовый зал, уголок реабилитации, новый санузел. Всего 73 квадратных метра. Помещение принадлежит администрации города-курорта Анапа. Средства на ремонт были выделены из муниципального бюджета. Немалую лепту внесли сами члены общества слепых. Они считают его своим вторым домом. Душа этого дома Андрей Ермолов. За 20 лет здание осадку дало и стены. Подумали, решили, что оптимальный вариант будет все это скрыть. Специальная грунтовка выравнивающая есть, заиловающая. И сделать натяжной потолок. Ну и так как стулья постоянно по периметру били, отбивали шпаклевку вместе с подбелкой, решили сделать и от панели. Ватан Габитов тотально слепой. Говорящие весы, тонометр, гордость массажного кабинета. Как и уникальная аудиобиблиотека. Эти книги можно забрать домой и прослушать на специальном плеере. В уголке реабилитации выдача специальных средств для слабовидящих осуществляется по трем программам. Федеральный, краевой и муниципальной. На стенде даже линейка и игральные карты по методике Брайля. А самое главное, теперь у воссовцев есть отремонтированное помещение для проведения досуга. Несмотря на ограничения в здоровье, слабовидящие спешат сюда. Не из-за общего диагноза, а по зову сердца. Тем более, что в этом году анапчане отметят сразу двойной праздник. Окончание ремонта и 65 лет Анапскому отделению Всероссийского общества слепых. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Гармония во всем. Это девиз спортсменов, которые занимаются акробатикой. Теперь он может стать и девизом тех анапчан, которые решат заниматься этим видом спорта. Российская Федерация Акробатики открыла свой филиал в нашем городе. На первом показательном занятии побывали наши корреспонденты. Это классическая акробатическая двойка. Владислав в акробатике уже 10 лет, Дмитрий 7. В мужском дуэте ребята работают уже больше полгода. Спортсмены сразу стали закадычными друзьями. Ведь этот вид спорта в первую очередь строится на доверии. У нас сначала разорвалась четверка, потом мне тренер говорит, старик, ты хороший акробат, у меня еще есть мальчик тоже хороший, у вас будет отличная пара, давайте позаниматься вечером и все. Вот мы стали с ним заниматься. В России акробатика появилась в прошлом веке. В 1901 году состоялось первое официальное выступление акробатов-любителей. Для Анапы это явление достаточно новое. Федерация Акробатики впервые открывает здесь официальную школу. Я два года назад приехала в Анапу и очень была удивлена, что в Анапе совершенно нет спортивной акробатики. Хотя в Краснодаре уже очень много лет именно у нас Скрябина Ирина Викторовна выращивает спортсменов, чемпионов мира. То есть, казалось бы, ближайший к нам город. Поэтому мы решили, что стоит тоже здесь открыть и будем тоже здесь показывать результаты. Надеемся, не ударим лицом в грязь и покажем хорошие результаты в ближайшем будущем. На открытие федерации прибыло много гостей. В рамках праздника 27 воспитанников детского сада «Ручеек» получили свои первые награды. Несколько месяцев назад они сдали нормы ГТО и теперь золотые, серебряные и бронзовые значки нашли своих победителей. Для детей аниматоры провели эстафеты и конкурсы, а взрослые смогли принять участие в спортивных соревнованиях. Но, пожалуй, изюминкой праздника стало показательное выступление краснодарских спортсменов, чемпионов мира по спортивной акробатике. Акробатика – это спорт для мужественных. Как правило, в него приходят в раннем возрасте. Преимущество этого вида спорта в том, что, имея такую подготовку, в дальнейшем можно заниматься и другими дисциплинами. На сегодняшний день мы открываем секцию спортивной акробатики. Далее мы верим и надеемся, что в этом же спортивном комплексе мы будем культивировать художественную гимнастику. Далее приедет тренерский состав из Москвы, мы будем культивировать купуэра, айкидо, ушу. То есть все виды бесконтактные. В завершение праздника организаторы провели лотерею. Главным призом стал планшетный компьютер. Секция акробатики начнет свою работу с 1 февраля. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.